всем привет сегодня мы попробуем рассмотреть такую ситуацию как три приема то есть три приема борьбы наиболее применяемых наиболее простых к изучению попробуем именно с иваном так как будем рекомендовать это людям которые весят более 100 килограмм такие крупные парни первый прием рассмотрим такое это проход в ноги выхват за ноги то есть это прием почти применяется во всех видах борьбы единоборствах мм а ну и наиболее наверно самый употребляемый самый применяемый ты подныриваешь но защитой руки чтобы он не мог тебя ударить колено да второй вариант плечо и руки область вот либо желательно следующее движение плечом подбиваешь ноги выдергиваешь то есть ты тянешь ноги на себя чуть вверх подбиваешь плечом и помогаешь стартовать ногами то есть ноги тебе тоже являются помощью и проходит на него один твоя задача резко проходишь желательно две ноги раз и схватаешь и вперед как бы проталкиваешь то есть движение проходящие как соса как бы на мотиву бери во еще раз старайся оставаться после броска задержи ноги останься на месте да да и добивание при наличии такой массы как допустим у ивана таких крупных парней тут идеальной техники в принципе не может быть можно проводить прием как будет ему удобно то есть у каждого какая-то своя конфигурация приема проведения то есть вот там длина рук там объем плечей кому-то неудобно будет делать там живот все сугубо индивидуально но сам процесс вот такой вот оставайся на месте для проводить внимание Это довольно-таки легкий способ уронить человека. Но ты так делал вообще? Нет, это не первый раз, первый опыт. До этого не было практики. Тут просто на самом деле Максим не сопротивляется, но если научиться делать обманные удары, маскировать проход, то это будет эффективный вариант. Будет эффективен этот прием, потому что крупный парень легко может сбить, легко может вырвать ноги со стоячего положения человека, может сбить с ног. Я считаю, что это, наверное, один из самых эффективных приемов. Задняя подножка – это тоже, я считаю, наиболее удачный будет прием для применения на улице, несмотря на его травматичность, возможные последствия. Мы будем рассматривать все варианты. Тоже большой вес, большая масса, большая физическая сила поможет провести этот прием. Противник схватил за плечо, агрессивно настроен. А тут именно такой вариант прокатит. Сбил, поставил ногу. Просмотрим его обстоятельства. Противник схватил. Противник схватил. Противник схватил. То есть первая задача – это загруз плеча с моей стороны с удержанием, блокировкой его ударов. Раз. Второе движение – это вставляем ногу таким вот образом, подбивая его сгиб ноги. И одновременно загружая плечо. И третье движение – мы одновременно в сторону правой ноги скручиваем с подбиванием ноги и плеча. Удерживаем. Забиваем. Чуть бедром – не помогает. Не помогает ногой. Ну и, наверное, одновременно надо делать. То есть ноги должны проходить. То есть ты вставляешь голову. Он одновременно нужно. Так. 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 Каждый попробуй встать. Скоро. Скоро. Скоро встать. Вот, да. Вот эту сейчас. Чуть назад. Да. Вот. Видишь? Вот она висит. Моя нога висит. Да. Сейчас я скручиваю сюда. Вот. Так. Так. Изначально. Да. Да. Прямо за него заступаешь. Раз. Просто как будто перешагнул тумбочку и поставил ногу. Вот. Да. Ошибка была сейчас. Да, да, да. Добрый. Первая компания. Ужас. Да. Туда. Вперед. Да. А такой еще вариант. Условим. Матимач прием. Только в другом исполнении. Когда противник тебя обхватил. Разбил за паду чуть-чуть. Поставил ногу. Вместе с ним упал за счет массы тела своей. Свалил его через ногу. Прихватил шею. Здесь либо удушение проводишь. Либо добивание. Третье. Это обычное скручивание. Скручивание соперника. Ну, с имитацией броска. Тоже, как вариант для крупных парней. Будет то, что за счет физической силы будет его просто сделать. Ну, и не требует там большого мастерства. Проведение этого приема. Человек сводил. Первая рука походит сюда. Вторая походит снизу. Чуть его загружаешь. И просто за счет физической силы и массы скручиваешь его в бок. Наваливаешься. Да. Здесь уже происходит добивание. А если на маленького упадет, может, то добивание не понадобится? Если на маленького упадешь, то в бане не нужно будет. Ну, ладно. Первая рука проходит отсюда. Разбивает захват. И чуть-чуть загружает плечо. Вторая рука проходит снизу. И в такой замок прихватываешь его. Вот. Ноги чуть пошире находятся. В 100 мм она приходит в случае. Чуть-чуть ногу убираешь назад. Для того, чтобы было постранство туда, куда тебе его сваливать. Ну, и одновременно ты задаешь направление. И придаешь скорость. Получается, ты его сваливаешь в этот момент. То есть, можно на знаке. Вот так. И скручиваем. Теперь в левую руку. Получается. Ну, да. Просто. Ха-ха-ха. Подвези на меня. Я тебя знаю. Конечно. Раз. Два. Три. 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 Значит, ты его свалил. Все. А там уже как пойдет. То есть. Да. И дальше. Закладываешь. В любом случае, да. Ваня сделал нормально. Все провел. То есть. С его размером, массой. Как бы. Качество не так уж важно. Я думаю. Со временем. Наработает. Ну, а эффективность. Это уже покажет ситуация. Но я думаю. Лучше знать это. Чем не знать. Пригодится или не пригодится. Это уже решит жизнь. Обстоятельства. Броски будут эффективные. Конечно. Практиковать. Постоянно. Вот. Нужна практика. Потому что это был. Первый опыт в жизни. То есть. Борьбой. Ну. Подобными вещами я не занимался. А сейчас попробуем. Иван проведет. Попробует эти три приема. На разных людях. С разной комплекцией. Попробуем это. В действительности покатит или нет. откуда мы будем. Немного поднимаем. Давайте опять. Да. Приятного поднимаем. Вау! За cùng. Немного поднимаем. Вау! 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 Все нормально, хорошо. Руки, да, садки скручиваю. Просто за счет физической силы. Вот, да. В динамике это тяжелее делать, когда особенно тебе сопротивляются. Но второй, мне кажется, самый более эффективный. То есть, с элементом подножки или звуно, ему уже меньше всего. Есть что противопоставить мне. Всем привет, удачи.